Если посчитать время, уделяемое в докладах различным темам, то в образовании явным лидером окажутся кадры. И то средний возраст учителя в России 52 года, в Ивановской области на три года больше. Молодежь, однако, в педагогику идет. В среднем по области это почти 20%. Правда, эти проценты влетают муниципалитетам в копеечку. Злободневным остается вопрос о жилье для молодых учителей. К сожалению, предоставлять им новые квартиры город пока не в состоянии. Однако муниципалитет планирует продолжить практику предоставления жилья на условиях коммерческого найма. В 2014 году его получили 9 молодых педагогов. В этом уже 13. В регионе применяется целый ряд методов борьбы с кадровым голодом. Это помощь в решении квартирного вопроса, система грантов. Поднять престиж профессии призвано создание педагогических классов. Сейчас их два в Тейкове и Кеншимском районе. Заключены 19 договоров целевого приема на педагогические специальности. Но работать за себя и за того парня все равно приходится. На начало учебного года у нас порядка 60 вакансий оставалось в регионе. Это не означает, что уроки не ведутся. Понятно, что они замещаются другими педагогами или на договорной основе. Не дают покоя педагогам федеральные образовательные стандарты. В 2016 году ими добьют старшие классы. Учат и самих учителей. Причем запросы растут вслед за прогрессом. Если раньше требовались навыки работы в офисных приложениях типа Excel, то сейчас облачные технологии. Следующим шагом станет работа с 3D-принтером. Воспитание тоже не стоит на месте. Возвращается в пионерию. Но дополнительные педагоги, как и положено, бодры, веселы. Нам в системе дополнительного образования предстоит работа по развитию российского движения школьников в нашем регионе. Мы уверены, что лучшие практики воспитательной работы, школьного самоуправления и детских общественных организаций Ивановской области будут на всероссийском уровне. Губернатор признал, по большей части направлений дорожной карты область идет верным путем и выполняет план. Резервы для ликвидации просчетов и недоделок в наличии. Правда, пока не говорят о финансовом базисе педагогической надстройки. Бюджет еще не прошел второе чтение. Сергей Хохов, Денис Железов, программа «Губерния».